ступеньки большие, он где-то был на горе или на холме. Сверху крыши не было. Там, где крыша должна быть, большое-большое круглое отверстие было. По краям этого отверстия вот как если бы у нас, это было бы как знак изодиака, знаешь, вот так по кругу расположено. А там это, по сути, руны были. И они были расположены вот по кругу. Каждая руна, каждая как-то звезда. Это был и хронометр, это был и... Можно было выходить как-то вот управлять стихиями через вот это. Вот там как луч такой проходил через эту. А дырка была большая, потому что под разными углами луч проходил. Так, так, так. Это как, знаешь, как по отметкам он шел. На этой отметке. Да, на этой отметке, на этой отметке. Внизу стоял стол такой большой. Я не знаю, зачем он был. Этого я почему-то не помню. Мне кажется, это какой-то жертвенник. Но я не могу сказать, чтобы там людей в жертву приносили. Но вот что-то там было. Такой большой стол, вот реально большой, такой прямоугольной формы. Вот квадратной формы, не прямоугольной, квадратной формы, а снизу как круг. За этот круг можно было брать на кругу. Были такие ручки, и его можно было поворачивать туда-сюда, разворачивать. Зачем этот механизм? Зачем этот механизм? Я тоже не помню. Я сейчас могу только придумать, это не нужно делать. А вот я вижу, что вот так сделано, и все. Там по кругу люди ходили. И здание на горе было высокое, и можно было выходить туда только по ступенькам. Снова такие высокие-высокие ступеньки тудашли. Тропа какая-то такая мелкая, ну, не широкая, а узкая. Там, да, там и жрицы жили. Это были женщины. Это были маленькие девочки, это были женщины. Примерно, ну, если бы по нашим меркам брать, то это примерно лет семь-восемь, вот такое вот. Откуда Лукьяненко, сука, все это знал? А где это Лукьяненко? Вспоминай магии без времени. Да. Про девочек, вещающих. Да, там девочки были, точно. Сука. Так, ладно. Да, точно. Там, так, все выбрасываю сейчас, Лукьяненко, потому что сейчас начинаю вспоминать, что у Лукьяненко все. Там девочки были с 7, с 8 лет и до 12 лет проходило обучение, а потом их брали на этих жриц. Жрицы были три, одна была главная и две были как помощница левая и правая рука, они почему-то считались люди, как выглядели. Это были практически люди, но странные, не совсем похожие в нашем понимании, как люди. Голова была, вот нижняя часть лица очень узкая, а верхняя достаточно широкая такая, знаешь, но это не треугольное лицо, нет, вот если череп вот так, да, миндалевина и глаза, глаза немного, но мне почему-то они идут как васичатые, знаешь, вот такие большие и вот так вот верхний, вот этот внешний угол сильно вверх поднят и брови вот так, соответственно, как странные лица, пальцы были длинные, очень руки длинные и пальцы очень длинные. Люди или может все такие были, но те, которых я видела, те, которые девочки, те, которые жрицы, те были худые. У каждой на груди вот здесь был камень, такой большой висел, он принимал разные оттенки и по этому камню сверялись с тем, а вот видишь жертвенник, я уже увидела там внутри, как камень какой-то был, открывались две вот так полусферы, на этом, на квадрате две такие полусферы открывались и там камень был внутри. И лучи, которые шли сверху, на этом камне фокусировались у каждой жрицы, у той, которая главная, верховная, и те, которые две с одной стороны и с другой, у них такие же камни были, они как-то синхронизировались, получали информацию на камень, получали информацию эту, передавали тогда девочкам, которые были в служении, их много было, их там, наверное, сотни полтора были разных, они были маленькие совсем и постарше немного, функция у них была. Я не могу тебе сказать, какая. Они только изучали вот работу вот эту, то ли их куда-то расселяли, потому что они постоянно менялись, где-то они девались постоянно. Я этого тоже не помню, куда они девались. Я помню, что они были и потом их меньше, потом они снова есть и потом снова их меньше. Это как какой-то, ну, если по-нашему сказать, то это какой-то монастырь. То есть главный мир в других граммах. Или монастырь, или вот что-то такое, или школа. Но монастырь это больше служение, а там больше как школа была, их маленьких до какого-то периода, наверное, до периода созревания их нужно было обучить этому всему. Это было достаточно жесткое обучение, насколько я помню. В чем жесткость? Постоянные эскезы и постоянно до полуобморочного состояния нужно было этих девочек доводить. Они могли стоять часами неподвижно, они могли лежать часами неподвижно. Это вот, знаешь, настолько концентрация внутри себя, им нужно было научиться полностью концентрироваться внутри себя, отключаться полностью от внешнего мира. Они могли настолько концентрировать свое внимание, чтобы проходить вот как, знаешь, ну не через стены, но вот не замечать вокруг ничего физического. Это высшая школа какая-то. Да, да, да. Это высшая школа какая-то была. Я не знаю, это не магия скорее. Ну, возможно, какие-то элементы в нашем понимании это была магия. Это было роевое сознание, это было общее сознание Ильи. Это не было частью роя того большого роя, где была вот королевишна. Но это было как, да, как роевое сознание и люди, как что-то... Приктивно ли, да, роевое? Кто-то главная была? Вторая, старая, одна была женщина. Она была совсем старая. Ну, это второе, она диктовала всеми, либо все-таки индивидуальные сознания были объединены. Объединенные индивидуальные были, Илья. Тогда это коллективность? Да, мы могли думать, каждая сама по себе, но в то же время мы получали информацию с общего поля. Во всяком случае, те, которые жили в этом доме. Мы могли подключаться к общему полю, но в то же время у нас были у каждого индивидуальные сознания. Мы могли что-то чувствовать там. Вот какие-то свои собственные были у нас интересы. Насколько там были интересы. Иногда видели людей, которые приходили снизу с долины. Они приходили с разными вопросами, и некоторые с разными заданиями к нам приходили. Мы могли им давать какие-то ответы, могли лечить их. Могли направлять. Некоторые девочки, которые, как девочки, говорю, они забирали с собой, эти люди, которые приходили с долины. Мы их называли люди, что живут в долине. Они когда вопросом приходили, технологии были какие-то кроме этого кристалла? Кроме этого кристалла, да. Были технологии. Я, насколько сейчас понимаю, это было что-то сродни квантовой огромной библиотеки. Там знания, если смотришь на этот кристалл, погружаешься в какое-то состояние, можно было получить абсолютно любое знание, как архив огромный такой, где можно было распаковать именно за этими вопросами. Скорее всего, к нам приходили, если нужно было приходить к нам за каким-то вопросом. Мы могли войти в это состояние и просто как книгу открыть и прочитать. Это было не ясновидение. Это было просто доставание той информации, которая уже где-то хранилась. То есть это не развитие внутреннего ясновидения. Это просто выход на квантовый уровень, чтобы можно было извлечь информацию. Через кристалл. Круто. Через кристалл можно выходить на квантовый уровень, да. Как архив такой. Нам сказали, что только компьютер это может делать. Нет? Мозг тоже. Ну, во всяком случае, в том теле. Я помню, что мы это делали. Мы просто открывали информацию. Мы её не получали, не считывали. Мы читали её. Угу. Да, только натренировать нужно мозг, поля. Да, это нужно было полностью концентрацией, отключиться от всего, ну так как девочки учили тренировать, да. Да, чтобы только на приём. Чтоб не своё говно туда и плохое настроение. Просто в чистом виде принять. Нет. Чистый лист, это без эмоций, без ничего нужно было уметь концентрироваться настолько, чтобы отключать полностью всё. И просто входишь, читаешь, и вот и всё. Берёшь ту информацию, которая нужна. Но там была информация не только о жителях той Земли, и не только о жителях той Вселенной. Там были огромные запасы информации, которые состоялось, ну знаешь, сохраняли из разных источников. Это была информация о мироздании вообще. Там можно было получать какую-то разную информацию. Только уровень доступа у всех был разный. Некоторые могли, те девочки, которые там были в служении, они более простую информацию могли получать. Ну там, допустим, приходит какой-то мужчина, и вот что-то ему нужно узнать. Я не вижу, чтобы там женщины приходили за информацией. Это я не знаю почему. Приходили за информацией, приходили в храм только мужчины, если им нужно было что-то получать. Это я не знаю, что там за такую... Женщина, какую информацию-то... Мало ли. Как варенье сварить. Вот и я о том же. Такой херни, как привороты поставить, там, надеюсь, не было. Я этого... Все ответы по домашнему хозяйству, да. А вот у мужиков, естественно, вопросы были. Там были вопросы, но я... Может, и в женщин было, может, женщин не допускали, я не знаю. Но я не помню ни одной женщины, чтобы туда приходило. Мужчины разные приходили. Иногда приходили мужчины, которые из других земель. И иногда приходили мужчины, которые из других планет. Так что на этой планете были какие-то звёздные врата или какое-то перемещение было. Во всяком случае, не было неожиданностью, когда приходили за знаниями те, которые хотели получать знания даже на другом языке. Мы могли... Языки были, всё-таки приходили люди. Если они были из каких-то других планет, то это были не совсем люди и не всегда люди. Они получали разные знания. Они хотели разные знания. Нам не нужно было знать их языка. Нам достаточно было войти с ними в контакт зрительный какой-то. Мозг залить информацию. Да, да. И в мозг залить информацию. Это было намного проще. И у каждого был свой уровень доступа. Некоторые вот по-простому, некоторые более серьёзные дела, как верхний уровень доступа, знаешь. И были, которые на совсем высоком уровне доступа. Но были часто не делегации. Делегации оставались внизу, в долине. А не по одному человеку, даже если это был очень важный человек, даже если это был царь, условно говоря, он тоже всего лишь один пешком поднимался. Там не было возможности, чтобы его несли слуги, или что узкие-узкие ступеньки. То есть за знанием, если нужно было, нужно было преодолеть очень многое, чтобы туда пройти. Это было своего рода испытание. Фильм для всех, да? Да. За глупыми вопросами, чтобы туда не лазали. Естественно. И не все выдержат такой уровень контакта. То есть если ты заливаешь информацию, и мозг не готов, эта информация сожгёт человека. Я помню просто... Сожгёт человека. Да, я помню просто разные формы жизни, которые приходили за информацией, условно мужчин разных, я помню. Они были и жители той планеты, и жители других планет абсолютно разные. Это были высокие, худые, это были маленькие, какие-то похожи больше даже на жуков, что ли, не совсем на людей. Нас не удивляло. Мы знали о разнообразии Вселенной, и на той планете, где мы жили, знали о разнообразии Вселенных. То есть это было нормально, если приходили люди таких храмов, таких храмов было очень мало, где можно было получить как доступ открытый. Или, возможно, это были наши способности, настолько натренированные. Хотя, ну почему выучить, вышкалить девочек на других. Смотри, это кристалл. Это кристалл, это спектр. Кристалл и там линза. Да, это спектр был. Кристалл трансформатор в мозг передаёт, а там наверху линза стоит. На груди у меня был кристалл, который я носила. Луч шёл на этот кристалл, а я в этом смотрела, и я с этим сравнивала частоту. Кристалл на твоей энергетике полностью под тебя подстроена. Я должна была сравнить частоту этого кристалла и своего. Четыре вида кристалла, да? Если я в какой-то мере была не готова получать информацию, мне нужно было очиститься или там успокоиться, или мысли убрать. Вот синхронизация происходила на уровне моего кристалла. Я видела, когда я готова, и тогда я получала информацию. До этого, знаешь, как вот есть такой лунный камень, он такой мутный довольно. До этого, если кристалл был такой мутный, я не могла войти и получить информацию. Мне нужно было получить то состояние, когда он абсолютно чистый был. И тогда я получала информацию. Возле этого стола нужно было встать, там руки и просто смотреть на этот кристалл. И как от кристалла луч в голову. И я могла на разных языках, допустим, это можно было говорить, просто передавать. Даже не всегда зная то, что ты передаешь. Не всегда понимая то, что ты передаешь. Почти как сейчас, только без кристалла. Четыре кристалла. Где четвертый? Один на тебе, один на столе, один там в линзу. Он именно с полю считывает. Там, где была дырка в этом. Ну, дырка и есть кристалл третий. Да. Четвертый где? Вторая женщина. Не знаю, там была старая-старая женщина. Она была почти трухлая. У нее был кристалл. Она жила на самом верху. Мы ее считали как главной, но мы ее никогда не видели. Она не спускалась к нам. Ей туда заносили пищу. Ей туда, ну, как что-то, ну, не знаю, что там. Был как один человек или два, которые допущены были к ней туда. То редко. А так ее никто никогда не видел. Но все знали, что она там. И все знали, что она руководит. Она через этот кристалл за всем наблюдала. От нее нужно было получать импульсы. Знаешь, как телефонный звонок. Алло, шеф звонит. Таким образом. Она иногда, от нее шли импульсы. То есть она присутствовала, но ее никто никогда не видел. Четвертый кристалл был у нее. Ну, ладно. Я не знаю, как она выглядела. Мы ее никто не видели. Они ее шепотом говорили и почти не говорили, потому что поле-то общее зачастую было. О ней нельзя было говорить. Та, которая не говорят. Да, да. Она была той, которой они говорят. И многие сомневались, что она там есть. Там кристалл. Какое сознание кристалля? Да. Четвертый кристалл, о котором ты спросил, был именно там, закрытые двери в самом верху башни. Вот это, где я говорю, круглая дырка, это было вот как рабочее, знаешь. А рядом была такая башня высокая. Вот она где-то там вверху у этой башни жила. И туда только, я говорю, один или два кто-то поднимались, и они как немые были. Они никогда не разговаривали, эти служанки. И они были вне общего поля. Они там заходили время от времени, что они там делали, никто не знал. Поэтому такие, знаешь, легенды ходили, что она или давно умерла, или потрухла, или ее там нет. Но просто сигналы от нее получали, если бы не эти сигналы. То есть, подумать бы, что померла старушка. Где Тория-то находилась? Чуть пониже солнечного сплетения, если так брать по анатомии человека, объяснить. По центру? Да, по центру. Ну, в принципе, да, там совмещение и магии, и компьютеров. Или вот солнечная, чуть-чуть ниже, чуть-чуть вот тут ниже, ниже сердечной чакры, скажем так вот. Вот тут как раз по центру. Ямочка. Финько показывает. А, знаю. Как много он знает. Старушка вредная говорит. Ну, ладно. Это была главная тайна. Для нас остальных тайн там, в принципе, не было. Это была главная тайна. Нам вот это всего интереснее было. Мы туда проникнуть не могли. Мы могли проникнуть в любое, находясь в определенном состоянии. Мозги потруче, да, были? Да. Ну, ладненько. Тыд, как туда занесла тебя? Я там была. Хорошо. Я не помню, как меня занесла до семилетнего возраста. Я не помню, откуда меня привели. Я только помню, что как ручки связаны и меня тащили туда вверх. Я очень боялась сорваться. Я очень туда не хотела. Туда обычно отбирали. Это было, знаешь, с одной стороны, это было как честь, но это была честь для семьи, а для ребенка это было ужасным наказанием. И я помню, что меня тащили, и я ревела всю дорогу. И у меня руки связаны. Ну, уже большая, шесть лет мне было, около семи. И меня тащили. Вот впереди шел человек и тащил меня за веревку. А я плакала, что сейчас прыгну вот туда. Он говорит, я тебя вытащу. Руки-то привязаны. Говорит, руки себе. Да, руки себе выкрутишь себе, но я тебя вытащу. Не получится. Прыгай, не прыгай, толку никакого. Я очень туда не хотела идти. Помню, так упиралась. Так высоко было, и очень тяжело по этим ступенькам. Они вот так вот, как знаешь, чух-чух-чух, вверх-вверх-вверх. Это я помню, как туда попало. Я в то время, где был вещички. Да, тебя тогда не было. Я тебя тогда не чувствовала, я о тебе тогда не помнила. И тогда была просто ребенком без каких-нибудь ханей. Ну, это понятно, да. Я вообще говорю. То есть не было. Ну, это действительно перед зеленым, получается. Да, это было перед зеленой планетой. Да, и по высоте так. Еще не совсем люди, но уже не насекомые, не звери, но еще не совсем люди. Люди странные. Ну, по высоте ты прыгала. Ну, да. Туда-сюда материалы. Ну, да. Да, я помню, что я достаточно быстро как-то продвинулась вперед. Меня никуда не забрали. Можно было, знаешь, можно было как провидеться и куда-то пойти или еще куда-то. Таких, как мы были там, девочки забирали постоянно. Это для каждой было как праздник какой-то, знаешь, день, когда отбирали и рассылали этих девочек. Это для каждой праздник, потому что с этой ужасной башней можно было вырваться, и жизнь какая-то начиналась, хотя бы какая-то жизнь. Жень где-то там при дворце, неважно, или там где-то какая-то миссия, какая-то планета, это все равно жизнь. А там вот этот закрытый сут, где абсолютно ничего не было, там жизнь просто стояла. Девочки очень радовались, когда отбирали. Я думала, что я такая умненькая, у меня будет все хорошо получаться, меня тоже заберут куда-то, и я где-то буду жить. Оказалось наоборот. Оказалось наоборот, да. Оказалось, самое умненькое, тебя самую уменьку оставили. Я как всегда прогадала. И меня, да, меня там оставили, мне сказали, что я буду там жить. Это было самое ужасное время. Я отказывалась кушать, наверное, полгода. Не хотела ничего, мне заставляли работать. Работать это нужно было, там на одной ноге стоять, в углу стоять, там неподвижно смотреть на одну точку. Это такая была работа. Я помню, это было ужасное состояние. Я помню, это было ужасное состояние, потому что я очень этого не хотела. Я хотела, если мне не получилось оттуда вырваться, мне нужно или умереть, или еще чего-то, как жить? Ну что за жизнь вот такая вот? Всю жизнь вот там сидеть? А потом произошло... Это было общество. Ну да. А потом произошло что-то, что и изменилось, и снова начала очень усиленно работать. Эти полгода, которые я, скажем так, прошляпила, я очень быстро нагнала. Но они меня жалели, эти люди, которые там были. Они были как какие-то учительницы наши, или монахини, или я не знаю кто. Я не помню, как мы их называли. Какое-то как носы, что-то свистящее. Я сейчас не могу сказать, какая аналогия. Они меня почему-то жалели. Они, знаешь, по-доброму ко мне относились. Даже как вроде лучше, чем другим. Других могли как-то наказывать, а я не помню, чтобы меня наказывали. А потом мне сказали, что такое. Есть разные уровни. И женщина, которая на тот момент была взрослая, старшая, но не самая старая, она сказала, что покажет мне, каких высот, нужно достичь. И до какой высоты можно дотянуться. Потому что девочки, которых рассылали по-разным, они же не поднимались на более высокие уровни. Они там как три ступеньки могли, и их уже рассылали. Пределы своего достигнута, и их издавлялись. Да. И их на какие-то миссии отправляли. И она мне сказала, что я избранная. И она мне сказала, что я достигну таких высот, что всё житейское, то, которое мы можем видеть, как в жизни нам, это будет казаться вообще глупостью. И я сама буду удивляться, почему меня так тянуло в мир, если вот здесь намного лучше. Мне стало интересно. Она повела меня с собой, и приложившись ко мне рукой, за руку меня держала, другую руку одну свою, одну мою положила. Мы с ней как пару, такую квантовую образовали. И она вывела меня на какой-то уровень очень высокий. Это был не самый высокий, это был, ну, примерно восьмой условно. Если так, третий, то это примерно восьмой. А всего их было 12 или 19 разные. Вот до 12 работала, или до 19 уже знали, что есть. Но это был предел, туда невозможно было. Это была закрытая информация, к которой нельзя было прикасаться. Вот она меня на восьмой уровень вывела. Я увидела, как состоит всё мироздание, как это всё построено. И у меня что-то перевернулось. Я поняла, что всё это моё благословление, что меня никуда не отправили. После этого я стала заниматься очень жиряно. Я стала концентрироваться, я стала как, знаешь, плыть свой умерщвлять полностью. Мне было всё неважно. Мне только нужно было там, там, там быть, заниматься постоянно, постоянно, выше, выше, больше, больше. И им уже приходилось меня останавливать как-то, чтобы я не рвалась. Я эту женщину очень хорошо помню. Она ко мне так суровая была, она по-матерински, по-доброму относилась. Она говорила, что я сгорю, если я очень сильно буду туда лезть. Потому она долго и живёт, что не сгорела, потому что она знает свои пределы. А я как постоянно предел нарушаю, и она говорит, что я сгорю очень быстро. Мне было всё равно, сгорю так сгорю. Мне главное было достичь того, что я хотела. Я тогда чувствовала какой-то как зуд внутри головы. Мне что-то нужно было. Я ещё не знала, что. Но я знала, что что-то как проснулось во мне. Знаешь, в тот момент, когда мы с ней вышли на восьмой уровень, я поняла, я вспомнила, что было что-то, что мне нужно куда-то заглянуть, что это вроде то, ради чего я и родилась. И я просто было всё равно, сгорю я или не сгорю. Я училась высшей концентрации для того, чтобы легче, быстрее туда найти уровни, перепрыгивать. И людей помню, которые приезжали. Это было часто. Это было много. По одному заходиме. Им нужно было давать ответ. Какие ответы помнишь примерно? Да, помню. Расскажи некоторые. Ну, это было по большей мере какие-то государственные дела. Как знаешь, этот тот договор можно заключить с той планетой или тот сектор Вселенной, он обитаем или не обитаем. Это были достаточно такие вопросы, скажем так. Ну, они там все были развиты. Та цивилизация вся была развита. И там межпланетное путешествие было хорошо между собой поставлено. Врата какие-то были. Там можно было путешествовать. В большей мере были какие-то или военные конфликты. Были вопросы, которые спрашивали. Были люди, которые приходили. Они были странные. У них лица были закрыты. Они открывали только глаза для того, чтобы можно было контакт установить. А лица полностью вот так завешаны чем-то черными. Сверху голова была чем-то завешена. И как бы мы ни говорили, что это нужно снимать, они говорили, что глаз достаточно. Если мы умные, если мы настолько в своем деле мастерицы, мы и так можем с ними работать. Они спрашивали. Они были черные. Они спрашивали каких-то военных конфликтов. Информацию, которую им передавать нужно было, после нее очень голова болела. Они спрашивали на своем языке, и мы не понимали ответы, которые давали. Я и другая женщина, та, которая меня учила. Только мы вдвоем давали им ответы. Больше никого к ним не подпускали. Они пальцем тыкнули на нее и на меня. У нас там стояло трое. Я, как ученица, две женщины, которые были верховные жрицы. И вот мужчина, который пришел один, и следом за ним другой поднялся. Они вдвоем пришли и сказали, что им нужно вдвоем принимать не по одному, как обычно. Заходит один посетитель, скажем так, ему давали ответ, он выходит, и следующий заходит. Таким образом это проходило. Они пришли и потребовали нарушения правил. Им нужно было вдвоем. И они информацию страшную, какую-то информацию черную, информацию они брали. После нее очень сильно голова болела. Это информация о каких-то войнах, информация о каком-то захвате. Я только частично видела те вселенные, те планеты, которые как в огне, все или складываются, схлопываются. Путь какой-то темный видела, который поднимается. Видела войско какое-то, которые все разрушают, но передавала информацию, ту, которую они хотели брать, и им просто давала, не особо вникая в то, что я слышала. Потому что у меня не получалось. Это мог быть проходящую всю всю вселенную? Да, это мог быть или Роя, или люди, которые, условно люди, я буду называть людьми, мне так проще, или те люди, которые были связаны с Роем, информацию они брали именно, или о Рое, скорее всего, о Рое они брали информацию. Насколько я сейчас понимаю. Это как, знаешь, вольные наемники в Рое вступали, или что-то такое. Или они какую-то миссию и работу для Роя выполняли, им нужно было для выполнения этой работы какие-то дополнительные сведения. А, думаешь, это часть Роя к тебе за запрос? Я не знаю. Я этого не помню. Я помню только, я и тогда не знала этой информации. Меня эти люди больше всего интерес во мне возбуждали, потому что в них было все непонятно и все необычные. Они редко приходили. Ну, если по-нашему условно, там раз в полгода, я их всегда очень ждала. У них глаза были страшные, такие черные. Когда смотришь, не понимаешь ничего, как проваливаешься куда-то. А больше, кроме глаз, ничего не видно было. С ними работать было тяжело. И физиологи странные. Как лампиры какие-то. Да, они были очень странные. Я уже говорю, после них голова болела и просто больной был несколько дней. Они как выпивали. Чего ж ты ждала-то их? Это был интерес, Илья. Это было настолько необычно. И это что-то вызывало, как знаешь, что-то резонировало, какой-то интерес нужно было мне. Я хотела что-то узнать, я что-то искала. Я сама не знала, какие знания, но что-то мне нужно было. Это хуже всего, когда не знаешь, что огромная библиотека, как там найдешь то, что нужно. не знаешь точно, что ищешь. Да. Они пришли и потребовали верхнего уровня доступа. Информация, которая им была нужна, хранилась, как знаешь, на 15-й полке. Ну, условно говоря. И женщина, которая меня учила, сказала, что она не будет эту информацию доставать. Она как за свое здоровье переживала. Она ресурс свой выработала на работу, на ту, которая им была необходима. Требовалась очень большая концентрация, очень большой выброс энергии. Она говорила, что она в том возрасте, что, скорее всего, не переживет такой большой. Да. Угненка, сука. Куда он все знал. А что там было? А там старение тех, кто прорицательный, с которыми говорили. Да. Не буду вспоминать сейчас. Хорошо. Потом. Она говорила, что она не выдержит, она умрет, если она туда достанет. Я сказала, что я глупая, я еще слишком молодая, и мне еще нужно многому работать, учиться. У меня впереди вся жизнь. зачем я буду так себя подвергать такой опасности. Я сказала, что я буду. Проработав той информацией, которая им была необходима, я получила доступ на этот уровень. Как определенная ступенька мной была уже, покорила какую-то высоту. Достигла, да. И дальше я уже могла на ней опираться и дальше подниматься. До этого те уровни были у меня закрыты. ясенько. Ясенько. для сегодня. Продолжение следует... Алясенько.